В Сири-Чапаевском Прикубанского района прошел завершающий этап межрегионального литературного конкурса, приуроченного 130-й годовщине со дня рождения классика карачаевской литературы, философа и поэта Исмаила Унуховича Семенова. Ахмад Халкевичев подробнее. Идея открытого межрегионального литературного конкурса принадлежит первому заместению министра по делам национальности, массовых коммуникаций и печати Исламу Хубиеву и заслуженной артистке Карачаева-Черкесии Фатиме Каркмазовой. Принять участие могли дети школьного возраста, а также студенты вузов и СУЗов. В течение месяца своей работой дистанционно представились свыше 100 участников как из Карачаева-Черкесии, так и Братской Кабардино-Балкарии. Цель проекта – популяризация творчества классика, а также приобщение молодежи к поэтическому искусству и чтению на родном языке. Его стихи, как птица Феникс, возродили из пепла и парят над лунным миром, покоряя сердца новых поколений. Я думаю, такие поэтические вечера нужно проводить почаще для ребят. Одноклассники, учащиеся 7-го А-класса Эльдар Балачев и Медина Акбаева для совместной конкурсной работы решили поставить пьесу по мотивам стихотворения «Утренний разговор». В сюжете юные актеры раскрыли актуальные вопросы семейных взаимоотношений. Исмаил Семенов был еще и великим философом. Глубокие мысли, которые он раскрывает в своих бессмертных произведениях, обретают еще большую актуальность в нашей современной реальности. В век развитых информационных технологий вопросы глобализации не обошли стороной и сельские территории. В этих условиях сохранить чистоту и глубину литературной речи в среде подрастающего поколения становится весьма сложной задачей. Организаторы уверены, что именно знакомство с творчеством такого величайшего поэта, философа и народного певца, как Семейл Джерчи, позволит молодежи в полной мере осознать и понять всю глубину и богатство карачаевского языка. Такие вот мероприятия, я думаю, они очень нужны, они необходимы в школе. Почему? Потому что кроме преподавания языка, надо привить им любовь к языку. Как рассказали организаторы, окончательные итоги конкурса подведут в конце декабря. Ахман Халкечев, Расул Бердеев, Вести Крачаево-Черкесия, Прикубанский район.